Марку Dodge ждут большие трансформации. Ей по новой воле концерна FCA со временем предстоит стать брендом, который выпускает дорогие машины со спортивным характером. Это значит, что полноприводный минивэн Journey отправляется на заслуженную пенсию. И, несмотря на популярность модели, о преемнике речи не идёт. Действуя по принципу «сгорел сарай, горе и хата», Dodge справил отходную и другому минивэну — Grand Caravan. Бодрый старик по сей день был лидером сегмента и бестселлером марки, но пенсионное удостоверение оформили и ему, несмотря на ежегодный тираж в 125 тысяч машин. Само имя Grand Caravan продолжит жить внутри бренда Chrysler и исключительно на канадском рынке. Это будет упрощённая версия вена Chrysler Pacifica. Таким образом, теперь линейка Dodge — это седан Charger, купе Challenger и кроссовер Durango. Все это не молодые и, мягко говоря, не самые популярные. В строку новой спортивной концепции также ложится Dodge Challenger SRT Superstock. Между прочим, самый мощный и самый быстрый из серийных маслкаров. Его реально использовать для повседневных поездок, хотя 818 сил под капотом — это, согласитесь, больше дрэговая история, чем гражданское авто. Этот тезис подтверждают адаптивная подвеска, усиленный автомат, наличие лонч-контроля и, конечно, разгон. Стрелка спидометра добегает до отметки 60 миль в час за три секунды. Опять же, технике для гражданского применения совсем не нужен режим для прогрева задних покрышек, когда передние тормоза зажимаются, а задние колеса остаются свободными. Седан Charger тоже не остался без новой суперверсии. Ее назвали Hellcat Red Eye, что можно перевести как «красноглазый адский кот». Что же, в нейминге Dodge неплох, но и конструкторы, внедрив 800-сильный V8, тоже старались. Хотя, казалось бы, Charger и без того носил звание самого мощного седана. Одновременно модернизацию пережил более простой SRT Hellcat, где мощность компрессорного мотора нарастили на 10 сил. Главное, чтобы все эти старания не обернулись пшиком. Ведь увлечение дорогими спецверсиями вместо обновления массовых моделей сгубило уже не одну марку.